Ловкость, сила и интеллект – главное качество скалолаза. Они помогают спортсменам в нелегком деле покорения вершин. С юного возраста дети воспитывают в себе необходимые черты, много тренируются и набираются опыта на различных соревнованиях. Первенство Севастополя по скалолазанью дает возможность участникам закалить характер, улучшить навыки и почувствовать соревновательную борьбу. В этот раз спортсмены испытывали свои силы в болдеринге. Это серия коротких, но очень сложных трасс. Поэтому, как правило, это без страховки маты внизу находятся. Трассы не высокие, не больше трех метров, но очень сложные. И на каждую трассу надо потратить как можно меньше попыток. На каждую трассу пять попыток дается, трасс всего восемь. Лучшие результаты отбираются в финал, и потом будет финал. Шесть человек выходят в финал и проходят еще более сложные трассы. Дополнительные трудности создает место проведения соревнований. В маленьком помещении условия весьма стеснены. Но, несмотря на это, участники проявляют стойкость духа и раз за разом пробуют покорить трассу. У нас есть большой скалодром на улице, но на нем мы не можем эту дисциплину проводить. Поэтому мы все работаем в спортшколе номер семь в этом зале. Нам в свое время Сергей Петрович, наш директор, замечательно предоставил этот зал. Мы очень рады, но нам места мало. Мы не можем расширять квоту тренеров. Приходится нам всю зиму тренироваться в маленьком зале. И проводить соревнования сложно в плане единомоментного проведения. Нам приходится разбивать всех на сеты, на два дня. Победители первенства по скалолазанию войдут в состав сборных команд Севастополя по разным возрастным категориям. Как минимум, это опыт. Как минимум, для большинства это опыт. Это мотивация к тренировкам в дальнейшем. А призеры первые три места – это попадание в сборную команду города. И затем возможность выехать на всероссийские соревнования. В свои 12 лет Андрей Никитин попал в сборную по скалолазанию в прошлом году. За шесть лет тренировок юноша не раз принимал участие в соревнованиях, становился их призером и победителем. Любовь к покорению вершин ему досталась по наследству. Мне нравится лазить, потому что у меня дедушка – мастер спорта по скалолазанию, и бабушка – как бы это больше семейное. Как выступлю, как выступлю. Я уже в сборную в прошлом году попал, но надо же подтверждать результат, потому я все равно выступаю. Соревнования в дисциплине «Болдеринг» разбиты на два дня. В субботу 9 апреля около 50 юных спортсменов, мальчиков и девочек боролись за победу на первенстве города. А десятого станут известны имена сильнейших среди ребят постарше. София Дороговоз, Антон Шличков, Юрий Риутин, Севенформбюро.